Долг! Дождались! Чаще всего двери инспекторам не открывают. Однако это не значит, что от закона можно скрыться. Меры в отношении нарушителя применяются в любом случае. Должникам мы ограничиваем выезд, списываем денежные средства с карточек, со счетов, известных нам арестовываем автотранспорт, делаем запрет на регистрацию автотранспорта. То есть человека понуждаем оплатить налоги. Бывает и так, что будучи прописанным по указанному в документах адресу, на деле должник там не проживает. И хозяину квартиры приходится отдуваться за своих недобросовестных родственников. Так произошло с пенсионеркой на улице Школьная. Ее невестка не платит транспортный налог уже три года. Сумма составляет порядка 100 тысяч рублей. С должницей удалось связаться только по телефону. Нате, говорите, что... Алло, Дина Вячеславовна, здравствуйте. От судебного пристава у вас задолженность по уплате транспортного налога в размере 103 тысячи. Сейчас мы произведем опись имущества по адресу, где вы зарегистрированы. Вы должны будете потом явиться ко мне на прием, и я вам объясню, что дальше делать. Таких злостных неплательщиков в Ленинском районе очень много. И когда срок неуплаты транспортного налога превышает три года, на должника заводится исполнительное производство. Помимо задолженности на налог еще накапливается пеня. Пеня начисляется ежемесячно, и она увеличивается ежедневно. И поэтому лучше заплатить один раз в год налог и уже жить спокойно. В том случае, если вы и рады бы заплатить свой транспортный налог, но по какой-то причине вам не приходят извещения, самостоятельно проверить наличие задолженности можно на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов fssprus.ru. В случае наличия долга обратитесь в районное отделение ФССП. Юлия Пагасян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.